АПЛОДИСМЕНТЫ Матч против «Болгаря» «Газпрома» уже в Красноярске. 1-0 Енисей победит. Здорово, и Енисей открывает счет. А во многом этот гол сделал Сердер Сердеров, который уже в падении все-таки умудрился протолкнуть мяч во Вратарскую площадь, где этот прострел замкнул Андрей Козлов и выводит он свою команду вперед. Нашу команду на 16-й минуте. 1-0 Енисей выходит вперед. Но посмотрим, вот сейчас в повторе Сердер Сердеров, казалось бы, упустил уже момент. Вот здесь упал, но протолкнул мяч во Вратарскую. А его ли был дезориентирован этим и из-за спины у него выбежал Андрей Козлов. И под Вратарем протолкнул этот мяч. 1-0 Андрей Козлов. 15-я минута. Енисей выходит вперед. Очень важный гол забивает наша команда в самом дебюте сегодняшнего поединка. Другие наши защитники вперед. Новиков и Мельтихов пытался пробить Кичин. Поворотом. Еще один удар из-за пределов штрафной площади в стенку. Мяч попадает. Как здорово сейчас. Какой крученый удар в исполнении Константина Гарбуза мы увидели. И мяч, казалось бы, сначала летит мимо ворот, но затем резко изменил направление. И в самый угол опускался голкипер. Здорово сейчас действует. Отбивает ладонью мяч на угловой. Кировал удар из-за пределов штрафной. И еще и удар Гарбуза. Гарбуз сейчас подает угловой. Летит мяч и 2-0. Это дубль Андрея Козлова. Вот это нокдаун, я так понимаю, в такой тяжелый сейчас. Сейчас Енисей за 5 минут погружает своего соперника. Но смотрите, оренбуржцы быстро, быстро доставляют мяч к центру поля. Пока празднуют этот гол красноярцы. Отличная подача в центр штрафной от Константина Гарбуза на линию вратарской. И выиграл очередную свою дуэль против Адывой. Нет, на этот раз против Андреева. Андрей Козлов. Ну и вот, наконец-то, радость нашего тренерского дуэта. Есть возможность до удара с левой. Но Воробьев не бьет, отдает налево. Навес. И мог поражать сейчас ворота. Навес будет в район угловратарской. Филиппов снимает этот мяч с головы. Имели голевой момент. Роман Воробьев головой без сопротивления бил с линией вратарской. Но выше мяч полетит. Еще один удар по воротам. Причто совершить ускорение, чтобы мяч забрать. Здесь Камеш сатер от мяча Малых. Втроем на коротке разыграли красноярцы. Обратная передача Стеклова. Есть момент для удара. Стеклов бьет низом в угол. Но не сильным этот удар получился. Не таким сильным, как хотелось бы. Еще дальше направо Воробьев. Передает мяч. Серченков разворачивается. Находит момент для удара. Бьет поворотов. Филиппов переместился в левый угол. Все по задумке. Да и, в общем-то, по исполнению. Со стороны Азимы Футулаева было здорово сделано. Но и рывок Козлова заслуживает внимания. Ай-яй-яй, какой жесткий стык получился на границе вратарской площадки. Даже чуть повыше Стеклова. И вот получает мяч Рожков. Справа Камеш открывается и получает передачу. Хорошая диагональ. По мету Стеклова слева бьет он. И промахивается поворотом. Прессингуют и ошибаются сейчас игроки Енисея. И что сделал Делькин? Он хотел перебросить мяч через Михаила Филиппова. Ну и приподнятое настроение мы видим у тренерского штаба Енисея. Очень активны всю игру были фанаты. Раздевшись по пояс на последних минутах. Празднуют победу нашей команды в том, что доведет матч до победы Енисея. Но уже сомнений нет никаких. Камеш показывает Руднев, куда сделать передачу. И пошла туда передача. Но сам Артем пропустил этот мяч под ногой. И тут уже звучит финальный звездок, который фиксирует третью подряд победу Енисея. На этот раз над футбольным клубом Оренбург со счетом 2-0. Аркисов и это Енисея ТВ. Сегодня после тяжелейшего матча мы берем интервью у нашего нападающего Андрея Козлова. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Артур. Давно не виделись. Пару слов по игре скажите. Да, что говорить. Тяжелая игра была. Слава Богу, выиграли. А так, устали очень сильно. Сейчас дальняя дорога у нас. Надеюсь, Артур Саркисов и Петя Тен нам помогут в этом выездном турне. Мы не перестанут халявить, дома сидеть. Я вас понял. Как оцениваете свою игру, Андрей? Есть к чему стремиться, как тренер рассказал. Вы два забили сегодня, очень много боролись, очень было много выигранных единоборств. В целом, вы удовлетворены своей игрой? Нет, не удовлетворен. Тебя не хватало. А сейчас с нами Владимир Камеш. Владимир, скажите, пожалуйста, пару слов по игре. Ну что, выиграли 3 очка. Это самое главное, наверное. В принципе, остальное не важно, хотя они много контролируют мяч. Мы, наверное, когда забили, сели слишком низко и отдали, наверное, полностью инициативу, хотя такого плана не было. Тяжело к моменту мне было. Ну, выдержали. 2-0 выиграли, 3 очка. Это самое важное.